МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга. И я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. Урок права в видновской школе номер 10. Мы должны выпустить в общество детей, не только вооруженные школьными знаниями, но и пониманием о законах жизни. Ты можешь больше. Районный праздник, посвященный Международному дню инвалида. Поймайте рыбку и загадайте желание. 10 декабря во всем мире отмечают День прав человека. В этом году более 90 стран проводят мероприятия, на которых обсудят вопросы, связанные с правами человека и их защитой. Также почтят память жертв геноцида и политических репрессий. В видновской школе номер 10 в этот день состоялся интересный урок «Право для пятиклассников». Подробности в нашем сюжете. В этот день в актовом зале школы номер 10 собрались ученики пятых классов, чтобы поговорить о правах человека. Казалось бы, пятиклассники еще очень далеки от таких глобальных вопросов, но ребят тема явно заинтересовала. Я считаю, что надо начинать уже в этом возрасте, да. И в том числе детям, если более-менее о своих правах дети что-то знают, да, и это им интересно, то об обязанности предпочитают забывать. Вот я всегда на таких занятиях делаю акцент именно на том, что человек еще обязан выполнять. Поэтому я думаю, что полезно начинать уже с такого возраста. Школьники посмотрели учебный ролик о Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря этого года исполнится 25 лет. А затем началась беседа. Дети познакомились с основными международными и национальными нормативно-правовыми актами, которые рекламентируют права человека. Узнали, какие бывают права и обязанности, в том числе у несовершеннолетних. Мы должны выпустить в общество детей не только вооруженные школьными знаниями, но и пониманием о законах жизни, о правилах, принятых в обществе, социализировать наших детей. Поговорили и о том, куда можно обращаться за защитой своих прав, если они были нарушены или ущемлены. Ребята слушали очень внимательно и задавали свои вопросы. На мероприятии присутствовали и ученики постарше. И если пятиклассники только начинают знакомиться с этой обширной темой, то многие подростки неплохо знают свои права и уже читали Конституцию Российской Федерации. Я с Конституцией Российской Федерации знаком, поверхностно знаком, и сегодня я для себя получу много нового. Я считаю, что такого рода мероприятия, они обязательно должны быть в каждом учебном учреждении проводиться. Мы обязаны знать свои права и обязанности, так как это один из главных признаков гражданина РФ. Такие тематические занятия с учениками с 5 по 11 класс в школах Ленинского района стараются проводить ежемесячно. Ведь свои права и обязанности должен знать каждый гражданин России, вне зависимости от того, сколько ему лет. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся районный праздник, посвященный Международному дню инвалида «Ты можешь больше». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Поймайте рыбку и загадайте желания. У большинства посетителей дворца спорта желания похожие, чтобы мир вокруг стал более открытым и удобным для людей с ограниченными возможностями. Районный праздник, который носит название «Ты можешь больше», всегда проходит с ноткой грусти. Хотя уже в фойе посетителям поднимают настроение творческие коллективы. Все мы здесь собираемся, делаем все эти творческие мантиклассы, спортивные мастер-классы и концертную программу, интерактивную. Это все крутится, вертится именно для того, чтобы эти дети почувствовали, что они могут больше. В организации приняли участие учреждения дополнительного образования и спорта, а также сферы инклюзивного образования и реабилитации. А потому в некоторых точках не просто развлечения, а развивающие состязания. Это различные игры, в которых дети должны, например, достать рукой механической детальки. Они делают это на скорость, они делают это на внимание, развивают мелкую моторику. И, в общем, они как-то пытаются со всем этим справиться. Всего в мероприятии приняло участие более 300 людей с ограниченными возможностями здоровья, их родные и друзья. Весь зал был разбит на определенные зоны для релакса, творчества и спорта. Для более подвижных – эстафеты и игры, для усидчивых – мастер-классы. Это витражная роспись, то есть готовые витражи и специальные краски для витражей. И вот они заполняют эти три сунда. Не было, чтобы один и тот же цвет был рядышком, чтобы они комбинировали также цвета. И получалось, вот тогда будет интересная картинка. Каждый уголок на арене Дворца спорта служит подтверждением девиза фестиваля «Ты можешь больше». И касается это не только художественного творчества или спортивных соревнований. Например, специалисты колледжа «Московия» приехали сюда с необычной миссией. Со мной два волонтера от нашего колледжа. Мы участвуем в этой акции. Ну а что конкретно сейчас вы творите вот с этим человеком? Сейчас у нас происходит вечерняя прическа. Локоны у нас. В основе у нас идет обработка волос, гофре. Здесь же прошел розыгрыш призов. Счастливые билеты помогали доставать из барабана почетные гости праздника. Ольга, это ваш подарок. Смотрим, вы здесь встретите. Поздравляем! Фестиваль «Ты можешь больше» проводится по инициативе и при поддержке администрации Ленинского района. И стал уже доброй традицией. Елена Бабина, Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Встречи в онлайн-режиме в Центральной районной библиотеке проводятся регулярно. И уже успели заслужить популярность у видновчан. Ведь это возможность узнать больше об интересных авторах, а также задать свой вопрос. Интересно и то, что онлайн-беседа ведется одновременно с людьми, находящимися в разных городах нашей страны. В очередной такой встрече принял участие писатель, литературовед Евгений Водолазкин. Телемост, как форма общения с известными личностями нашего времени, с каждым годом набирает популярность по всей России. Так, более 40 регионов, среди которых был и подмосковный город Видное, провели онлайн-общение с писателем, литературоведом, доктором филологических наук Евгением Водолазкиным. Людям интересны вот эти встречи с писателями. Не всегда же писатель может приехать в библиотеку, правильно? Тем более, конечно, хочется и с этим поговорить. Тем более, если человек действительно популярен, действительно его книги пользуются спросом, вот как у нас, например. Конечно, читатели хотят поговорить с писателем. Вот какие-то вопросы задайте по творчеству. Евгений Водолазкин является автором таких нашумевших романов, как «Лавр», «Авиатор», «Повести Соловьев» и «Ларионов». Его книги настолько популярны, что в библиотеках люди за ними стоят в очереди. Почему? Потому что это очень глубокий, интересный писатель. На онлайн-встрече писатель рассказал о своем творческом пути, о книгах и ответил на все вопросы участников. Таких файтов вы читаете сами. Спасибо. Я читаю в зависимости от настроения. Чаще всего я читаю Александра Сергеевича. Елена Антошина, прочитав роман «Лавр», была удивлена проникновенностью и душевностью этого произведения. Спустя время она познакомилась с «Авиатором», затем прочитала сборник рассказов. И решила, что книги Евгения Водолазкина будут обязательно присутствовать в ее домашней библиотеке. Становится классиком нашим российским, потому что он поднимает вопросы всех наших любимых писателей. Телемост получился очень интересным благодаря неординарным вопросам слушателей и необычным историям самого писателя. А уже на этой неделе онлайн-встреча в Центральной библиотеке пройдет со всеми любимой Дарьей Донцовой, мастером детективного жанра. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. Во вторник пройдет небольшой снег, днем будет плюс один, ночью минус один. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Смотрите Видное ТВ и будьте в курсе событий и жизни Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова